This conference will now be recorded. Курс будет посвящен и тому, что ответу и на этот вопрос также, потому что этот вопрос не праздный. Итак, несколько слов обо мне. И текущая моя позиция – это начать управление делами. И многократно организовывала и создавала систему электронного документа оборота и архив. В центре специалист я веду линейку, всю линейку курсов, которые посвящены именно вот этой тематике. Курс делопроизводства документационного обеспечения управления – базовый курс. Курс делопроизводства уровень 2, посвященный электронному документу обороту и системе электронного документа оборота. Курс архивное дело и курс помощника руководителя, о котором мы как раз сегодня с вами и будем говорить. Ближайший данный курс по данной тематике стартует 9 августа. Это понедельник. Несколько слов о центре специалист. Центр специалист уже 30 лет существует в этой сфере. Имеет обширную базу, количество выпускников весьма велико. Большое количество корпоративных клиентов. Несколько учебных баз, несколько учебных офисов, комплексов. Достаточно большое количество учебных классов, которые позволяют организовывать должным образом все процессы обучения. Большое количество преподавателей и больше тысячи курсов, посвященных очень-очень разным темам. В частности и теми, относящиеся к комплексу вопросов, мы с вами еще увидим эту схему офис менеджмента, в том числе и курс помощника руководителя. Центр дает гарантии, гарантии качества обучения, гарантии результата, гарантии сохранения средств организации. То есть, если по какой-то причине слушатель не смог бы присутствовать, то, естественно, средства будут возвращены. Или предоставлена возможность поучаствовать другому слушателю и принять участие в другом курсе. Расписание занятий гарантировано. То есть, если дата объявлена, то есть дата 9 августа, даты все определяются заранее. То есть, у слушателей есть возможность выбрать себе удобные курсы, удобное время и удобную форму обучения. И с учетом, так сказать, сложной эпидемиологической ситуации, естественно, все очное обучение проводится с гарантией безопасности всеми необходимыми, соблюдением всех необходимых требований в этой части. Тематика нашего с вами семинара. Кто же такой помощник руководителя в системе координат организации? То есть, кто это? Человек, который является альтер-эго руководителя, гроза конторой, или это просто рядовой специалист, девочка на побегушках, которая ничего из себя не представляет? Конечно, это не так, и в ходе курса мы будем многократно эту тему рассматривать с разных точек зрения. Мы будем говорить с вами о том, с каких ступеней можно начинать, по каким ступеням можно подниматься, чтобы достичь определенных высот в этой сфере. Мы будем говорить с вами о секретарской лестнице, что это такое и как это действует. И какими нужно знаниями, компетенциями обладать, чтобы стать помощником руководителя и полностью соответствовать этой позиции. Естественно, возникает вопрос, почему это актуально? Почему вообще может возникнуть такой вопрос? Знаете, сейчас попадается много различных таких, ну, мягко говоря, исследований, рейтингов или чего-то похожего. И разные специалисты с разной степенью компетенции высказывают свое мнение о том, какие же профессии, какие занятия в ближайшее время отомрут в связи с, так сказать, идущими широкими шагами цифровизацией. В некоторых случаях, так сказать, рефигурируют очень разные здесь варианты, в том числе и бухгалтер, например, что достаточно своеобразно, или юрист. Но фигурируют также и специальности, связанные с нашей сферой деятельности. То есть делопроизводитель, как бы, так сказать, он обречен на смерть, по мнению этих специалистов. А также, в общем, незавидная судьба ожидает и архивариусов, архивистов, я бы даже сказала, и также помощников, руководителей, потому что все будет делать искусственный интеллект. Он входит в нашу жизнь и заменяет многие сферы, да, он может быть применим во многих сферах. Но возникает вопрос, возможно ли это в сфере, там, где действительно задействованы люди, а там в работе помощника, руководителя, это именно работа с людьми и очень плотная работа. Сможет ли вот этот искусственный интеллект, как бы он ни был прекрасен, как бы он ни был, так сказать, высок и умен, сможет ли он заменить сотрудников, живых людей, которые выполняют определенные функции и подчас работают не менее напряженно, решая задачи с не меньшей, может быть, даже скоростью и с не меньшей эффективностью, чем какой-то тренированный искусственный интеллект. Ну, Алиса, вы, наверное, знаете, это имя, так сказать, вот этого интеллекта в Яндексе, а Фина – это в Сбербанке. То есть, да, конечно, это заменимо, но возможно ли это в нашей сфере деятельности? Скорее всего, маловероятно, поэтому мы говорим о том, что все-таки полагаться на это особо не нужно. Да, конечно, цифровизация, да, конечно, искусственный интеллект, но, тем не менее, помощник руководителя – это тот, кто обладает определенными навыками и знаниями и должен в этой сфере ориентироваться. Также здесь есть важный момент, почему еще это актуально. Многие наверняка из вас столкнулись с этой проблемой и, может быть, и сейчас находятся в этой ситуации. Все, что касается удаленной работы, как организовать процесс взаимодействия, в том числе с руководителем, как осуществлять его поддержку в условиях удаленной работы – это тоже вопросы немаловажные. С чего мы начнем? С чего, в принципе, следует начать? Что у нас может являться основными здесь базовыми, так сказать, моментами? Ну, такая прекрасная девушка на такой вот замечательной пишущей машинке. Конечно, это не что иное, как ностальгия и ретроспекция. Сейчас, конечно, это невозможно, но когда-то начинали именно с этого. Естественно, поэтому основы телопроизводства архивного дела нам нужны, и мы будем об этом говорить, скажем так, не в очень подробной степени, потому что есть отдельные курсы. Мы обязательно этого коснемся, потому что без этого достаточно сложно организовать качественную поддержку работы руководителя. Без структуры и специфики деятельности организации тоже никак обойтись нельзя. Это базовая информация, потому что помощник руководителя – это, по сути дела, средоточие, центр определенных процессов, происходящих в организации. Другими словами, на помощника руководителя замкнуты многие процессы, и помощник руководителя в силу своей позиции уполномочен и может в рамках своей компетенции принимать определенные решения рабочие. Поэтому хорошая ориентация в сфере деятельности организации в структуре и специфике деятельности организации – это очень важный момент. Деловые контакты и протокольные мероприятия – это у нас очень много будет уделено внимания на курсе, потому что здесь никак нельзя без этого обойтись. То есть поддержка, вот такая вот протокольная, конферентная поддержка деятельности руководителя – это также входит в сферу деятельности помощника. И мы не говорим здесь, как ни странно, о психологии, конфликтологии, мы говорим здесь о навыках общения и о различных личных и деловых качествах этого специалиста, помощника руководителя, потому что, опять же, в силу специфики он может сталкиваться с определенными трудностями, он должен уметь вызванным в том числе и общением, мы будем говорить и об общении с трудными людьми и так далее. То есть различные аспекты этой темы должен уметь решать эти вопросы соответствующим образом. Что курс поможет узнать? Ну, прежде всего мы говорим о том, настолько ли все просто в работе помощника руководителя, как это кажется непосвященным. Ну, а как кажется непосвященным? То же самое часто говорят и делопроизводителям, то же самое часто говорят и архивистам. А что вы, собственно, делаете? Вы же особо ничего не делаете. То есть вы что, вот сидите, бумажки тут перекладываете, да? Или сидит человек в приемной, так сказать, чай пьет и на звонки отвечает. Ну и что тут особенного? Что здесь сложного? Но как раз именно об этом мы и будем говорить, что здесь достаточно много сложного. Это очень сложная синтезированная, синтетическая работа. То есть она включает в себя много различных аспектов и знаний, и навыков. Поэтому, помимо того, что это в целом, мы будем рассматривать разные аспекты этих понятий, но это документационное, информационное, организационное обеспечение деятельностью руководителей. За каждым этим словом стоит целый комплекс действий, целый комплекс мероприятий, целый комплекс задач, которые помощник руководитель должен решать. Кроме того, также очень неплохо обладать определенными знаниями и навыками. И что касается, например, образования, то тоже мы этого вопроса коснемся. Помощник, опять же, это зависит, конечно, от специфики деятельности организации, но помощник неплохо, если бы он имел определенное образование. А есть требования, где они зафиксированы, мы тоже об этом будем говорить. Значит, что курс поможет узнать? Во-первых, спектр обязанностей помощника. Как не упустить важные моменты, касающиеся этой деятельности. И как найти выход из различных сложных, бывает, подчас достаточно ситуаций. Должностной статус, конечно, и функциональные обязанности помощника, и где это зафиксировано. То есть на что можно опираться, и сейчас уже есть документ, который помогает нам не, так сказать, сочинять какие-то вещи, а опираться на вполне конкретные требования и определять соответствие этим требованиям. Какими качествами, деловыми и личными, должен обладать помощник? Безусловно, мы этому вниманию тоже будем уделять, потому что это немаловажно. Документационно-информационное, как уже было сказано, обеспечение деятельностью руководителя. Но замечу, что документационное обеспечение мы рассмотрим, скажем, в общих аспектах, потому что у нас нет возможности это более подробно рассматривать. Поэтому посвящен отдельный курс делопроизводства, базовый, как я уже говорила, документационное обеспечение управления. Там все, так сказать, начиная с АЗОВ, предполагается, что помощник руководителя все-таки знаком с АЗОВ, и этот человек умеет работать с документами. Представляет, что это такое и как это работает. Потому что документационное обеспечение деятельностью руководителя, это обладает своей спецификой деятельность, это не совсем деятельность, например, службы ДОУ, документационное обеспечение управления, или деятельность делопроизводителя в организации или секретаря просто. То есть здесь есть своя специфика. Информационное обеспечение – это также достаточно серьезная сфера работы. Здесь есть и элементы аналитической деятельности, и как это реализуется, мы также будем говорить. Деловое взаимодействие с руководителем – очень важный момент, потому что нужно действовать в стиле руководителя, понимать, как определить его стиль, и с учетом этого действовать. В противном случае не удастся наладить деловое взаимодействие, и эффективной работы не получится. Трудные ситуации в общении с коллегами, достаточно много времени мы этому вопросу уделяем. Опять же, именно потому, что находится на перекрестье помощник многих процессов и путей движения, в том числе и документов, информации, которая происходит в организации, и поэтому здесь могут возникать определенные специфические моменты, которые тоже нужно учитывать. Специфика вежливого отказа, то есть, как говорить, нет. Причем этот навык не повредит ни при каких обстоятельствах, и отказывать мы не только, это говорим, сотрудникам организации, но и посетителям, и тем, кто звонит и так далее. То есть, вот эта техника, мы тоже об этом говорим. Организационное обеспечение работы руководителя и офиса, мы также эти вопросы коснемся. Планирование рабочего дня руководителя, одна из очень важных тем, напрямую связана как раз-таки с документационным, информационным обеспечением, со всеми практическими аспектами, потому что это, собственно, ключевой момент, как от печки мы от него пляшем, потому что все расписания руководителя, деятельность руководителя, она обязательно, большая часть мероприятий руководителя обязательно должна быть поддержана, обеспечена мероприятиями помощника. То есть, для того, чтобы руководитель попал на совещание на какое-то, помощник должен какие-то действия обязательно осуществить. Поэтому, как это действует, мы будем говорить. Здесь хочу отметить коллеги, что мы не будем рассматривать этот вопрос, рассматривается именно с точки зрения подхода, с точки зрения понимания того, как этот процесс организовать, но не обучение работе в конкретной программе, не работа в конкретном планировщике. То есть здесь у нас такой задачи нет. Мы говорим о другом. Если есть необходимость обучиться конкретной работе в конкретной программе, то, например, Microsoft Outlook, мы, конечно же, сами работаем в этой программе, и она будет названа. Но как именно в ней работать, это отдельный курс, который здесь мы, эти вопросы подробно не рассматриваем. Деловая переписка обязательно, потому что конкурсионное обеспечение руководителя, это чаще всего и работа с документами, и навыки ведения деловой переписки, специфика ведения деловой переписки и на русском языке, и на иностранных языках, с иностранными корреспондентами. Различные конферентные мероприятия, как уже было сказано, также мы будем рассматривать, и прием посетителей. Ну и в результате у нас, конечно, получается, что помощник руководителя, это вот такая сороконожка, который должен одновременно делать много дел, не упускать ничего из виду, и все осуществлять качественно, вовремя и на высоком уровне. Это очень непростая задача. Здесь нужно, давайте отметим еще некоторые интересные аспекты, какие, на которые мне бы хотелось обратить внимание. Мы говорили об образовании. Нет в сфере именно помощника руководителя, то есть нет такого учебного заведения, которое давало бы именно образование вот с такой формулировкой. Но на что же нам ориентироваться? Мы ориентируемся на профстандарт, профессиональный стандарт, который задает параметры вот этой деятельности. Возможно, вы знаете, что сейчас существует такая система профессиональных стандартов, которая разрабатывается именно трудом и вводится в действие, и они являются ориентирами именно для того, чтобы формулировать требования там очень четко, с подробностью, с фиксацией всех трудовых функций, подробно прописано, что и как должен делать соответствующий сотрудник на соответствующей позиции. Здесь есть и наш профстандарт. он касается именно вот этой тематики и прописывает то, о чем мы говорили, секретарскую лестницу. Он называется специалист по организационному и документационному обеспечению, управление организацией. Значит, и в нем зафиксирована вот эта секретарская лестница, которая, по сути дела, в общем, может являться путем восхождения к вот этой позиции. Но, конечно, так бывает не всегда. Очень по-разному на эту позицию попадают сотрудники. Но я знаю случай, когда действительно эта лестница проходилась целиком. Об этом мы с вами достаточно подробно поговорим, потому что это связано еще и с функциональными, должностными обязанностями этого сотрудника. Здесь надо помнить еще момент такой, и это мы тоже будем отмечать, что помощник руководителя это не сам руководитель. В организациях очень часто, и ни для кого это не секрет, бывают ситуации, когда, в общем-то, помощник руководителя это достаточно всемогущий человек, очень значимый человек, но при этом это все-таки не сам руководитель. Он может принимать решения в рамках, так сказать, тех полномочий, которые ему предоставлены руководителем или должностной инструкцией, но большей частью он не принимает решений, касающихся всей деятельности организации, но он притворяет их в жизнь, он следит за тем, чтобы они в жизнь притворялись, и, конечно, это еще вопрос позиционирования данного сотрудника в координатах организации. Тиран и деспот местного значения, что я подразумевала вот под этой формулировкой. Мы говорили уже немножко с вами, будем об этом говорить на курсе достаточно подробно. Это стиль работы руководителя, как определить этот стиль и что должен делать помощник, как, ну, понятно, что не бывает, так сказать, чисто таких уж явных, как бы стилей, да, все люди, конечно, они, так сказать, сложны, но чаще всего стиль руководителя можно определить и какие-то его характерные особенности, манера поведения, манера общения, манера выдачи поручений, манера контроля исполнения этих поручений и так далее, манера общения, манера ведения священия, то есть все вот эти детали, они складываются в определенную картину и можно сделать вывод о стиле руководителя. Помощник желательно, чтобы он смог это сделать и с учетом этого строил работу и взаимодействие с руководителем, потому что во многих случаях на помощника падает очень большая ответственность здесь и работа, потому что руководители бывают разные не только тиран и деспот, когда тиран и деспот, конечно, здесь понятно, что руководители бывают и резкими, но как выстроить с ним отношения, как учитывать его специфику ведения деловых контактов, обязательно нужно это знать. Помощник должен быть гением общения, почему это, опять же, как мы говорили, это точка схода, что называется, да, это точка, в которую сходятся очень многие процессы, точка, в которой аккумулируются очень многие документы, информация, и это информация, это взаимодействие, то есть помощник это тот, кто является передачным звеном между сотрудниками организации и руководителем, потому что он является еще и скринером, то есть это такая функция, когда он является защитником руководителя и ограждает его от каких-то ненужных посетителей, ненужных звонков, ненужных документов и так далее. Это очень серьезный навык, потому что здесь желательно не ошибаться и точно знать, как это сделать, чтобы руководитель не чувствовал недостатка информации, то есть не надо его оберегать, он не ребенок, и в то же время, чтобы на него не сыпалось все то, что ему не нужно. Здесь по сути дела это также в общем-то скажем такая градация, сито такое мелкое, вернее сначала довольно крупное, начинается со службы доу, и вот помощник это уже завершающий этап, это такое совсем мелкое сито, которое на последнем этапе рассматривает вот эти вещи, как помочь руководителю не утонуть в необязательных вещах, а именно решать основные важные моменты, потому что руководитель в целом это собственно конечно не тактика, а стратег, то есть он рассматривает не сиюминутные моменты, большей частью все-таки оценивает деятельность организации, намечает пути развития и так далее, тактические вопросы, вопросы текущей деятельности все-таки решают заместители, другие специалисты и так далее, то есть загружать руководителя какими-то деталями, это непродуктивная трата времени, поэтому именно вот таким скринером помощник и является. Без лести предан, здесь я имела в виду, что речь идет о лояльности, мы будем очень много об этом говорить, без этого никак нельзя. Щит и меч это как раз вот то, о чем мы сейчас говорили, то есть это скринер, тот, кто защищает руководителя от ненужной информации и посещений. Буфер обмена это связь с внешним миром, и этому мы тоже уделим внимание, потому что одно дело общения внутри организации, то есть помощник, по сути дела, это пограничная такая позиция, он обращен и вовнутрь организации, он обращен и вовне организации, и в ту и в другую сторону он осуществляет коммуникации, является связующим звездом между руководителем и сотрудником, между руководителем и внешним миром. Ну и здесь, конечно, нужно отметить, что эта позиция достаточно уязвимая, потому что и с той, и с другой стороны, сверху и снизу, и счет руководитель, он может получать какие-то негативные моменты, какие-то претензии и так далее, и, конечно, здесь нужно уметь держать удар, не терять лицо, мы об этом тоже будем достаточно много говорить. Тайна сия велика есть, что имелось здесь в виду? Конфиденциальность, конечно, коллеги, лояльность и конфиденциальность, это, так сказать, наше второе имя, то есть то, без чего мы не можем никак обойтись, лояльность и как она выражается, мы будем говорить, и как выражается конфиденциальность, в чем она заключается, и вопрос конфиденциальности в общении, в работе помощника мы будем рассматривать на практически всех этапах с точки зрения всех аспектов деятельности, организационного, документационного и информационного, почему? Потому что помощник в силу своей позиции располагает и имеет доступ к большому количеству материалов, информации и так далее. Поэтому эти и самого руководителя и организации в целом, поэтому эти вопросы не являются праздными. Позвольте вам этого не позволить, что здесь имелось в виду. Имелось в виду деловой этикет и шире деловая этика, то есть что это такое, как это действует и где применимо в том числе например и на этикет, то есть то, что касается этикета, делового этикета в сети, то есть общение электронное, а это сейчас очень вещь популярная, мы говорили с вами об удаленной работе, о ситуации, то есть без этого никак нельзя и это тоже очень важно. Дорогу старина, подъем пропет это старая туристическая песня, но здесь речь идет о дорожном этикете и об этом мы тоже будем говорить, здесь тоже все не так просто, как кажется на первый взгляд, то есть взял чемодан и поехал, не совсем так, потому что опять же для того, чтобы руководитель взял чемодан и поехал, помощник должен осуществить большое количество действий, для того, чтобы это вообще было возможно. Ну и лицо компании и украшения офиса может быть например и таким, здесь в общем всякое бывает, но это также скажем такие эпитеты, такие определения, которые очень часто можно услышать применительно помощнику руководителя, да это лицо компании, потому что во многих случаях это именно тот человек, который посетители и те, кто появились например для каких-то переговоров и так далее увидят как представителя организации могут делать какие-то выводы, но украшения офиса, конечно, это тоже бывает, но главное здесь все-таки деловые и качества и навыки. Значит, особенности данного курса. Курс длится 16 часов, так сказать, все, что можно из самых современных вещей мы скажем. Стартует 9 августа, стоимость приведена для варианта обучения очного и по вебинару, естественно, выдается диплом повышения квалификации, соответствующий документ, который выдается центром специалистов. Здесь приведены внизу, приведен адрес на страницу на сайте специалист, где можно подробнее посмотреть информацию об этом курсе. Значит, компетенции, которые может слушатель, закончивший курс, добавить в свое резюме, то именно о чем мы говорили. Конечно, все приходит с опытом, это понятно, но опыт нужно где-то взять, то есть для того, чтобы опыт был, нужно в этой сфере поработать, нужно реально этого с этим столкнуться, это делать, для того, чтобы потом это можно было указать в качестве строчки резюме, а для того, чтобы это делать, нужно иметь об этом представление, поэтому мы и говорим в курсе помощника руководителя. Документационно- информационно- организационное обеспечение деятельности руководителя, все эти аспекты мы рассмотрим, планирование рабочего дня, вопрос с приема посетителей, телефонный этикет, тревел-сопровождение, то есть как раз дорожный этикет, различные деловые контакты и другие навыки, о которых тоже будет идти речь. Значит, курс этот входит в комплексную программу, комплексные программы имеют достаточно много преимуществ, это действительно, так сказать, тематика единая, которая нацелена на определенные задачи для слушателя, они могут быть сформированы комплексные программы именно по потребностям слушателя, то есть специалисты центра подберут именно такое сочетание программ, которые помогут слушателю решить определенные проблемы. Нет, коллеги, вот в прямом смысле слова мы не будем подробно, коллеги, 16 часов, я понимаю, что есть много вопросов и очень много вещей, которые можно было бы рассмотреть, но, к сожалению, за 16 часов подробно, я уже говорила о том, что мы все, мы рассмотрим все основные моменты, будут даны какие-то, так сказать, приводные, что называется, да, информация, но вот подробно KPI у нас не будет возможности рассмотреть. Здесь мы будем говорить с вами о профстандарте и о единых требованиях, то есть есть те параметры, на которые можно ориентироваться и они сейчас уже законодательно закреплены, ну, а, скажем, технология KPI, она известна, поэтому на что ориентироваться и как это проводить, в принципе, организация это, конечно, может организовать сама для себя или прибегнуть к различным структурам, которые это проводят и могут организации провести. у нас не будет такой возможности. Значит, комплексная программа, как уже говорилось, она формируется по потребностям слушателя, достаточно экономно это может быть сделано, то есть, поскольку, ну, как вы понимаете, опытом дешевле, поэтому, если это несколько курсов, то уже соответствующие здесь даются преференции, ну, и все остальные гарантии центра, они обязательно здесь есть, курс помощника руководителя входит в комплексную программу, которая так и называется, специалист по организационному, документационному и информационному обеспечению управления организацией. Здесь не очень крупно видно, но если вы зайдете вот на ту ссылку, которую я вам показывала, вот здесь, или просто на сайте специалиста зададите в поиске курс-помощник руководителя, то на странице курса увидите вот эту же схему, это курсы, линейки курсов, которые относятся к офис-менеджменту, и здесь, как вы видите, так сказать, прямая вот этот самый специалист, ну, неестественно, речь не идет о том, чтобы проходить все 10 курсов, естественно, есть выбор, как программу можно сформировать, обратите только внимание, что здесь есть вот на этих, скажем, веточках, да, то есть мы можем приехать в ту точечку, которая нам нужна, да, видите, есть тайм-менеджмент, да, то есть курс, который, тот же Microsoft Outlook, планирование отдельный, курс, да, и тайм-менеджмент, как в принципе управлять временем, то есть мы можем, если эта тематика более интересует, здесь мы все-таки ее рассматриваем обобщенно, то есть мы можем здесь это посмотреть и в курсе в этом поучаствовать. Техника эффективной презентации тоже весьма не бесполезный курс в этой сфере, потому что общение, помощник, руководитель всегда в центре событий, всегда в центре общения, он всегда, опять же, да, должен быть в форме, всегда быть готов к, в том числе, неожиданным вещам, и как уметь себя, как себя подать, это тоже очень немаловажный момент. Ну, курсы делопроизводственные и так далее, то есть и курсы все офисные, тоже весьма полезная вещь, потому что, например, я уже не говорю про Word, конечно же, и Excel, потому что тапличку посчитать что-нибудь, это вполне может пригодиться, например, подготовить, руководить ее презентацию к какому-то мероприятию, мы будем говорить о конферентных мероприятиях, подготовить руководитель презентацию и владеть Microsoft, Powerpoint, это совсем не, опять же, не бесполезная деятельность, то есть здесь есть, скажем, из чего выбрать и скомпоновать себе вот такую программу, которая поможет каких-то, скажем, может быть, какие-то, есть моменты, какие-то лакуны, которые хотелось бы заполнить, и здесь есть для этого возможности. Также центр предлагает разные варианты обучения, очное, в классах, очно-заочное, это и в классах, и по записям, индивидуальное обучение, и обучение через вебинар, и открытое обучение также через записи в классе и присутствию, например, преподавателя. Значит, открытое обучение, достаточно удобная форма, но надо сказать, что данный курс в такой форме не проводится, он все-таки проводится в форме фиксированной, но, тем не менее, это возможно. Есть, коллеги, какие-то вопросы у вас? Может, какие-то комментарии? что-то еще хотелось бы уточнить? Также будет возможность, то есть, что еще даст этот курс? То есть, что еще, какой как бы вывод можно сделать, вывод вы такой можете сделать и сейчас для себя? Интересна ли вам в принципе эта тематика? То есть, интересует ли вас вообще, может быть, вы работаете сейчас в этой сфере, вам хочется, скажем, немножко расширить свой кругозор, расширить горизонты, то есть, какие-то перспективы себе наметить? Это очень хорошо и вполне возможно. Интересует ли вас вообще эта тематика? Может, куда-то вы хотите еще продвигаться? Можно сейчас вы являетесь, например, секретарем или делопроизводителем и так далее и ищете для себя перспективы, куда можно двигаться? Это как раз, в принципе, путь движения, то есть, и достижение каких-то целей, каких-то высот. И, в общем, эта позиция, она очень ответственна, конечно, уязвима, как, собственно, и любая другая работа, всегда найдется, кто предъявит претензию, кто будет чем-то недоволен, какие-то вопросы возникнут, ничего не бывает идеального, мы все-таки живем в реальном времени, но подготовиться и, скажем, понять, какие могут быть проблемы, какие могут быть трудности встретиться на пути, мы пытаемся это как раз-таки выяснить, обсудить и по возможности подготовиться к каким-то моментам, которые могут вызвать затруднения. Есть ли какие-то еще вопросы, коллеги? Если вопросов нет, но в любом случае, коллеги, вы всегда сможете обратиться к специалистам центра, которые вам могут информацию уточнить, какие-то еще моменты подсказать, мы все-таки здесь с вами говорили достаточно в целом. Если вопросов больше нет, то позвольте тогда наш с вами мастер-класс завершить, с вами попрощаться, пожелать вам удачи, успехов и, возможно, мы с вами увидимся еще и на занятиях в центре специалистов. Всего вам доброго, спасибо, что включились. что включились. Спасибо. Спасибо.